Всем здравствуйте, меня зовут Южиков Антон и в сегодняшнем видео мы поговорим про взаимосвязь депрессии и дефицита тестостерона. Мы поговорим про то, как тестостерон влияет на снижение симптомов депрессии. В целом на депрессию мы разберем основные симптомы, которые появляются при дефицитах тестостерона, а также разберем много различных исследований, которые показывают взаимосвязь дефицита тестостерона и депрессии, а также показывают, как при повышении тестостерона уменьшается количество симптомов депрессии. Начнем с самого начала. Что же такое депрессия? Депрессия это психологическое расстройство, основными признаками которого являются снижение, угнетение, подавление, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное настроение, или снижение, или утрата способности получить удовольствие. Какие основные симптомы при дефиците тестостерона депрессивные мы можем наблюдать? Я их очень часто вставляю в опросники, которые заполняет человек перед тем, как мы делаем консультацию. И это самые частые, скажем так, симптомы, сейчас мы их подробно разберем, как они проявляются. Значит, первое, это раздражительность, это частое раздражение по пустякам. Как это можно заметить? Значит, обычно при нормальном, скажем так, функционировании организма, при нормальном функционировании конкретно вашей психики, вы знаете, как вы реагируете на ту или иную ситуацию. И иногда бывает, что ситуация какая-то, которая не очень, скажем так, должна быть раздражающая, но вы отреагировали на неё более сильно, чем обычно вы это делаете. И по прошествию какого-то определённого времени вы можете задуматься и подумать, что да, что-то где-то я переборщил, где-то надо было не так резко реагировать. Вот это вот раздражение по пустякам, когда вам что-то просят сделать, когда вас трогают и тому подобное, вы не хотите ничего делать из-за, скажем так, усталости, из-за того, что просто у вас нет энергии, вы очень часто раздражаетесь. Вот это один из основных симптомов, который может проявляться при дефицитах тестостерона. Второе. Это беспокойство. Это сильные переживания по пустякам. Как это часто можно заметить? Когда у вас есть какое-то определённое дело, которое для вас, скажем так, достаточно важно. И вы хотите, чтобы всё прошло хорошо. Вы обдумываете, как вам всё это нужно сделать и тому подобное. И вы очень много переживаете. Вы боитесь, что что-то пойдёт не так. Вы много об этом думаете и много переживаете. Хотя на самом деле там всё должно быть хорошо, всё спланировано и всё нормально. Вот это вот переживание по пустякам и вот это вот беспокойство, оно очень часто проявляется при снижении тестостерона. Когда уровень тестостерона адекватно нормальный, вот этих переживаний нет. Я думаю, даже многие из вас, кто занимается бизнесом, знают такую вещь, что чем вы старше становитесь, тем вы больше начинаете раздумывать над тем, получится ли, не получится. А в то же время там молодые 20-летние парни сначала делают, потом думают. И у них часто получается просто потому, что они не переживали по поводу того, получится ли у них или нет. Третье. Это тревожность. Это приступы тревоги или паники. И это работает очень специфичным образом. Это более сложный симптом, чем беспокойство. Тревожность. Это появление уже тахикардии, может быть тремор и тому подобное. Это уже более ощутимые симптомы, которые связаны с, как правило, либо более низким дефицитом тестостерона, либо уже с какими-то конкретными серьёзными заболеваниями. Тревожность может проявляться по-разному, может проявляться часто, может проявляться редко. И точно так же эта тревожность, она может быть достаточно сильно, когда у вас прям тахикардия и там трясутся руки. Или это может быть просто близко к беспокойству, к переживанию. Четвёртое. Это подавленность, грусть. Это плохое настроение самочувствия без чёткой причины. Вот бывает, что у вас выходной, вы проснулись, всё хорошо, но при этом средина дня или вечер, и вот вы чувствуете, что вот тут как-то день плохо прошёл, что ничего вы не сделали, ничего не хочется делать и тому подобное. Но это вот часто очень проявляется в тех случаях, когда из-за дефицита тестостерона вы становитесь малоактивными, и у вас начинается вот эта вот подавленность, грусть. Вы как бы и вроде и хотите что-то поделать, и сил нету что-то делать. И вы поэтому грустите, потому что хотели поделать, а сил не было. И вот такой вот замкнутый круг вот этого всего. Это очень часто проявляется, скажем так, у тех людей, у которых уже достаточно ощутимый дефицит тестостерона, и когда они вот прям ничего особо не делают, те, кто возвращаясь с работы, ложатся уже на диван, скажем так, вот эта категория людей, у них это часто проявляется. Пятое. Это отсутствие мотивации, нет желания ничего делать. Это симптом, который вот стабильно появляется при дефиците тестостерона. Вот в 40 лет мне про это говорит там чуть ли не 9 из 10 человек. О том, что они знают, что им нужно делать, но они знают, что это нужно делать, но они просто тупо не хотят этого делать. Как бы нет мотивации. В первую очередь это проявляется чаще всего из-за отсутствия сил. Потому что мотивация, она чаще всего бывает тогда, когда у вас есть силы это делать. Если у вас нету как бы желания, но нет сил, то на мотивации вы долго не продержитесь. А когда у вас есть и желания, и силы, тогда вы можете хорошо что-либо реализовать. Это очень часто видно по работе, по бизнесу, когда надо что-то делать, а вообще не хочется развивать бизнес. Тут оно работает и работает. И по тренировкам. Когда человек в 40 лет понимает, что уже есть проблемы, надо походить уже не просто, чтобы накачаться, походить на тренировки, а уже просто банально для здоровья. Но после первой, второй, третьей тренировки вот месяц тренируется, и вообще на следующий день не могут встать с кровати. И думают, нафиг оно мне надо, потому что я себя чувствую хуже, чем вообще до того, как начал тренироваться. Происходит это из-за дефицита тестостерона, из-за того, что вы не можете восстановиться, вы плохо высыпаетесь, вам тяжело тренироваться, у вас нету желания из-за этого дальше тренироваться. Но когда у вас нормальный тестостерон, вы себя хорошо чувствуете, вы потренировались и начинаете чувствовать себя еще лучше, вот это и дает мотивацию тренироваться дальше. Потому что чаще всего вот только на одной мотивации не выехать. Можно выехать только при условии того, что вы при этом получаете удовольствие и вы себя хорошо чувствуете. И это вот очень хорошо именно видно по тренировкам. Когда подняли тестостерон и тренировки сразу же пошли в удовольствие. И тогда вы можете тренироваться вообще особо, скажем так, себя этим не напрягая. Вам уже это идет в радость, а не надо прилагать какие-то усилия для того, чтобы пойти на тренировку. И шестое, это колебания настроения. Это частые смены настроения без существенных причин. Это как это работает. Вы сидите, у вас все хорошо. И здесь в какой-то момент, опа, плохое настроение. Вот вы начали раздражительным быть, беспокойным. Просто из-за какой-то мелочи. Прошло какое-то время, вы там поели, час посидели. Все, уже вроде настроение нормальное. Вы уже думаете, вот там зря на того накричал, там зря конфликт был, зря вот это все. Что-то как-то непонятно почему вообще так отреагировал. А это вот колебания настроения. И в течение дня бывает, что вы проснулись, у вас все хорошо, потом у вас плохо, хорошо, плохо. И вот так вот в течение дня ваше настроение очень часто меняется. Вот эти колебания настроения, это частый тоже симптом, который присутствует из-за дефицита тестостерона. Ознакомившись с основными симптомами, мы сейчас перейдем к разбору статей того, как работает дефицит тестостерона непосредственно на все вот эти вот симптомы. В каком процентном соотношении это проявляется, при каких дефицитах тестостерона и тому подобное. Первое, что мы разберем, это связь непосредственно гипогонодизма и депрессии. Значит, из 169 886 участников мужского ПО без истории депрессии было показано, что мужчины с гипогонодизмом, уровнем общего тестостерона менее 6 наномоль, это вот уже прям такой серьезный гипогонодизм, имели более высокую частоту проявления депрессии. И второе исследование показывает, что высокие показатели депрессии наблюдались у 61% мужчин с гипогонодизмом по сравнению с 14% симптомов определенных депрессий у мужчин с нормальным уровнем тестостерона. По этим исследованиям мы понимаем, что в принципе у большинства людей с дефицитом тестостерона уже будут все симптомы депрессии. Но я бы, наверное, еще от себя добавил с опыта такую очень интересную вещь, что симптомы вот этих депрессий, они могут быть разные. Проявление, допустим, того же беспокойства, вы можете беспокоиться 5 минут в день, а можете беспокоиться с утра до вечера. Вот, соответственно, все эти симптомы, они проявляются по-разному. И даже при нормальном уровне тестостерона, конечно же, в каких-то ситуациях вы будете беспокоиться или будете раздражаться, потому что это нормальная реакция организма на какой-то внешний раздражитель. Просто смысл в том, что когда у вас уровень тестостерона более низкий, то у вас вот эта раздражительность и беспокойство, они будут проявляться чаще и, скажем так, ненормально относительно той реакции, которая должна была бы быть. Более серьезное будет беспокойство тогда, когда оно должно было быть маленьким. И вот эта вещь, она очень сильно зависит от уровня тестостерона. Если мы возьмем у человека с 6 наномолями тестостерона, то у него беспокойство, раздражительность, тревожность будет проявляться намного больше, чем у человека с 12 наномолями. А, допустим, когда у человека нормальный уровень тестостерона, там, допустим, 25-30 наномоль тестостерона при 20-25 уровне ГСПГ, то у него беспокойство и раздражительность не будет проявляться в тех случаях, когда это взаимосвязано с тестостероном. Он будет полностью реагировать адекватно на ту ситуацию, которая есть. Конечно, у него могут быть и другие причины, связанные с депрессией, Но если эти причины именно у тестостерона, то, соответственно, реакция будет адекватная. Следующее интересное исследование, оно показывает, как проявляются побочные эффекты при андрогенной депривации. Это когда идет химическая, по сути, кастрация, уровень тестостерона снижается практически до нуля. И можно заметить, что по очень большому мета-анализу, в которой было общей сложности 168 тысяч мужчин с раком предстательной железы, а вот как раз при раке предстательной железы эта процедура и проводится, можно было заметить, что симптоматика и риск депрессии возрос на 41%. Это вот как раз пример того, насколько сильно повышается депрессия, депрессивные состояния при полном снижении тестостерона. Следующая достаточно интересная вещь, про которую я никак все не сниму отдельный сюжет на канале, и про это надо снять, но как-то не доходят руки. Это генетика, это андрогенные рецепторы и депрессия в данном случае. Но надо снять именно по андрогенному рецептору, чтобы было понимание того, что это и как это работает. Значит, есть такое понятие, как синдром нечувствительности к андрогенам. Это одно из самых частых проявлений, скажем так, проблем, связанных с генетикой. Это когда уровень тестостерона у человека может быть нормальный, но сам рецептор плохо чувствительный к тестостерону. И тогда нормальный уровень тестостерона как бы даёт всю симптоматику, такую же, как и дефицит, потому что весь этот тестостерон, даже в свободной форме, не может полноценно прикрепиться к рецептору. И, соответственно, есть исследования, которые показывают, что риск депрессии связан именно... Риск депрессии на 36% выше у тех, у кого есть проблемы с чувствительностью андрогенного рецептора. Также есть исследования, которые показывают, что очень часто у тех, у кого хорошая чувствительность андрогенного рецептора, тоже может быть депрессия, потому что очень часто связана проблема дефицита тестостерона, первичного дефицита. И у этих людей часто есть хорошая чувствительность. Но в то же время есть показания, что при гормонозаместительной терапии, если мы уже у человека, у которого дефицит тестостерона и у которого хорошая чувствительность рецептора, если мы вводим тестостерон извне и делаем адекватно хороший уровень тестостерона, то симптоматика, наоборот, становится лучше, чем у тех людей, у которых, скажем так, средняя нормальная чувствительность рецептора. Поэтому у тех, у кого низкая чувствительность рецептора, тем не нужно делать такой высокий уровень тестостерона, как к тем людям, у которых чувствительность средняя или высокая. Про это подробнее будет в отдельном видео. И, соответственно, этот вывод предполагает, что мужчины с андрогенными рецепторами, имеющие более высокую чувствительность, более сильно подвержены влиянию более высоких уровней тестостерона и будут более восприимчивы к заместительной терапии тестостерона. Вот такой вывод сделали в этом исследовании. Ещё одно интересное исследование – это взаимосвязь приёма антидепрессантов с тестостероном. Значит, дефицит серотонина, который очень часто является основной из причин депрессии, есть показания, есть исследования, которые подтверждают, что повышение серотонина за счёт ингибиторов обратного захвата серотонина они улучшают и снижают симптоматику дефицита тестостерона. А также есть очень интересные исследования, которые показывают, что комбинация ингибиторов обратного захвата серотонина вместе с повышением тестостерона может улучшить, собственно, работу самих препаратов и уменьшить количество симптомов, которые вызываются депрессией. В общем, депрессия проходит лучше на антидепрессантах с приёмом тестостерона. Плюс есть ещё исследования, которые показывают, что у тех людей, у которых плохая чувствительность к ингибиторам обратного захвата серотонина, у них может снизиться симптоматика просто при повышении уровня тестостерона. Такое я очень часто встречал на практике, когда люди ко мне обращаются, у которых достаточно серьёзные такие депрессии, они сидят на нескольких препаратах, в том числе на СИОЗах. Мы начинаем с ними, как правило, гормонозаместительную терапию, и у них намного лучше идёт динамика, чем от пачки различных антидепрессантов, потому что у них, скорее всего, плохая чувствительность к этим препаратам, а повышение тестостерона может существенно улучшить ситуацию. Теперь мы разберём, как снижаются симптомы депрессии в зависимости от повышения уровня тестостерона. Здесь мы разберём гормонозаместительную терапию. Значит, исследования, которые показывают, что молодые мужчины с врождённым гипогонадотропным гипогонадизмом из-за дефицита ГНРГ имели очень низкий уровень тестостерона, в районе 2,7 наномоль, по сравнению с мужчинами с нормальным уровнем тестостерона. Они демонстрировали высокую частоту депрессий. Когда мужчин с гипогонадотропным гипогонадизмом лечили заместительной терапией тестостероном, их показатели депрессии по БЭКу снизились на 90%. И были аналогично мужчинам с контрольной группой, у которых был нормальный уровень тестостерона. Вот, собственно, у большинства людей, у которых дефицит тестостерона, вот большинство симптомов связано именно с дефицитом тестостерона, большинство симптомов именно депрессии. И вот мы понимаем, что 90% всех симптомов было по сути от дефицита тестостерона. 10% было, скорее всего, по каким-то другим причинам. Также есть еще исследования. Многочисленные исследования также предположили связь между уровнем тестостерона в сыворотке с симптомами депрессии. Есть исследование 762 мужчин с гипогонодизмом. Исследование показало, что 92,4% мужчин демонстрировали тот или иной уровень депрессивных симптомов. При этом 17,3% мужчин имели симптомы депрессии от умеренной до тяжелой степени. И через 12 месяцев терапии тестостерона процент пациентов с умеренно выраженными и тяжелыми симптомами снизился с 17 до 2%. Я скажу с практики, что вот когда мне человек заполняет опросник, если у него вот по симптоматике вообще нет ничего, вот вот все нет, вот все хорошо у него. Я вообще удивляюсь, потому что такие люди, как правило, это либо человек обратился на курс, у него все хорошо, он перепутал опросники, либо где-то не до конца он осознает все эти проблемы. Потому что очень часто, когда мы, допустим, диагностируем, что у человека дефицит тестостерона, а по опроснику у него вроде бы все хорошо, то после начала гормонозаместительной терапии человек осознает, что все-таки да, действительно сейчас хорошо, а до этого было хуже. Следующее исследование, оно показывает, что у тех мужчин, у которых плохая чувствительность к антидепрессантам и у которых был снижен уровень тестостерона, у них прошло примерно 60% симптомов, у 60% людей улучшилась симптоматика при гормонозаместительной терапии по сравнению с лечением плацебо. Это вот показатель того, что насколько сильно проходят симптомы при гормонозаместительной терапии. И еще одно очень важное исследование, которым бы я посоветовал многим людям не баловаться. Вы сейчас поймете почему. Значит, тем не менее, метаанализ крупных случайных эффектов лечения тестостерона у эогонодотропных или гипогонодальных мужчин с депрессией включал 27 рандомизированных контрольных исследований и выявил значительный антидепрессивный эффект гормонозаместительной терапии по сравнению с плацебо. И самое важное, кроме того, наблюдалась зависимость доза реакции. Причем самый сильный антидепрессивный эффект наблюдался у мужчин, получавших дозу тестостерона выше 500 мг в неделю. С чего мы понимаем, что эффект тестостерона он очень сильно дозозависимый. И, конечно же, уровень тестостерона, когда у человека будет 500 мг тестостерона в неделю, это будет стабильно больше 100 наномоль. Ну, по сути, это уже курс, это далеко не ГЗТ. Ну, как мы видим, что даже если есть определенная симптоматика по депрессии, то при очень сильном повышении тестостерона намного выше нормы, скажем так, в 3 раза выше нормы, в 4 раза выше нормы, симптоматика проходит все больше и больше. Соответственно, те причины, которые вызваны не дефицитом тестостерона, они могут проходить просто за счет очень большой дозы тестостерона. Так, разберем теперь основные выводы. Значит, дефицит тестостерона приводит к проявлению симптомов депрессии, а также усугублению имеющихся симптомов при наличии депрессии. Второе. Снижение чувствительности андрогенного рецептора, тем самым снижение доступности тестостерона к клеткам, могут вызывать симптомы депрессии, такие же, как, собственно, дефицит тестостерона при нормальной чувствительности рецептора. Третье. Повышение уровня тестостерона, снижая чистоту проявления симптомов депрессии. Четвертое. Комбинация селективных ингибиторов обратного захвата серотонина и повышения тестостерона эффективнее для лечения депрессии, чем только прием СИОЗ. Снижение симптомов депрессии напрямую зависит от степени повышения тестостерона вплоть до более чем 500 мг тестостерона в неделю. Соответственно, если мы понимаем, что мы подняли тестостерон, допустим, с 10 наномоль до 20, то повышение далее с 20 до 30 наномоль, оно также будет снижать симптомы депрессии. И, собственно, эта тенденция будет соблюдаться до очень-очень высоких уровней тестостерона. Я бы, конечно, сказал, что разница между 20 и 30 наномолями тестостерона будет огромная. Но разница между, скорее всего, 80 и 120, она уже будет не настолько значительна. Чем более сильно вы будете поднимать тестостерон, тем более слабее будет проходить эта симптоматика. Но, как мы видим по исследованиям, что это действительно работает, и очень высокие уровни тестостерона помогают бороться с депрессией. И шестое. Тестостерон может снизить количество симптомов депрессии даже в тех случаях, когда он не является причиной депрессии. Это связано как раз именно с теми случаями, когда делаются очень большие дозы тестостерона. Когда у человека есть депрессии, не связанные с дефицитом тестостерона, а связанные с другими причинами. Вот сильное повышение тестостерона может привести к снижению этой симптоматики. Соответственно, грубо говоря, можно лечиться, скажем так, просто большими дозами тестостерона, если это не вредит организму. Если мы видим, что все показатели крови нам позволяют делать более высокие дозы, есть симптоматика депрессии, которая хорошо проходит при повышении дозы, тогда в целом это оправдано. Вот, собственно, такое видео. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Кого интересуют личные консультации, можете ко мне обращаться. Как со мной связаться, есть в описании к видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.